Всем привет! Я рада вас видеть на моем канале Ника Шоу и с вами снова я, Вероника Мазу. На моем канале я проверяю разные работающие рецепты слаймов, а также разные виды запустителей. Делаю видео обзоры разных наборов и снимаем всякое разное. И сегодня я для вас подготовила интереснейшее видео, как сделать тетраборат или чем его заменить. В интернете существует множество фейковых рецептов загустителей, но я вам сегодня покажу именно действительно работающие рецепты. А для проверки загустителей я буду использовать вот такой вот белый момент столяр. Наверное, уже практически все вы знаете, что он действительно работает для слаймов. И, кстати, этот клей мой самый любимый для слаймов. Как вы знаете, самый распространенный вид запустителей это тетраборат натрия. Вот такой вот у плицелени. Я его купила за 16-50 рублей. Конечно, хорошо, когда у вас тетраборат натрия продается. Пошли в аптеку, купили тетраборат натрия и спокойно делаете себе слайм. А представьте, как сложно ребятам, у которых тетраборат натрия не продается. Да-да, вы не ослышались в многих странах, не продается тетраборат натрия. И им приходится его чем-то заменять. И сейчас первый рецепт будет, который позволяет сделать тетраборат натрия самому. Для этого мне понадобится бурная кислота, глицерин и сода. Многие из вас думают, что бурная кислота и буро это одно и то же. Нет-нет-нет, это разные химические ингредиенты. И теперь давайте раскроем все секреты. А вы знаете, почему бурная кислота и буро это не одно и то же? Да потому что вот это, это грубо говоря засушенный тетраборат натрия. Это сухой тетраборат натрия. А вот это вот, это тетраборат натрия, только разбавленный в глицерине. То есть вот этот порошок, если высыпать и разбавить в глицерине, получится тот же самый тетраборат натрия. Вот это поворот! Ну что, приступим к приготовлению тетрабората натрия в домашних условиях. Есть два способа. Первый это самый удобный, потому что ты отдельно делаешь тетраборат натрия и потом уже добавляешь в клей в качестве загустителя. А второе, грубо говоря, это как будто бы ты делаешь загуститель прямо там внутри клея. Итак, для того, чтобы сделать этот тетраборат натрия, нам понадобится борная кислота, глицерин и сода. Итак, берем емкость и наливаем туда борную кислоту. Теперь добавляем соду. На такую баночку борной кислоты понадобится чайная ложка соды. И теперь это надо размешать. Вот это можно сказать, что тетраборат натрия уже готов. Но чтобы он стал полноценным тетраборатом натрия, туда надо еще добавить глицерин. На баночку борной кислоты надо добавить пол баночки глицерина. Добавляем. Итак, смотрите, видите, пошла реакция. Хотите послушать, как это все шипит? И вот сейчас происходит тетраборат натрия. В этой ситуации глицерин выступает в качестве катализатора. И натрий и сода переходят в борную кислоту и получается тетраборат натрия. Ну что, теперь самое главное. Давайте проверим уже действие его. Берем клей и наливаем в емкость. Я буду делать слаймики небольшие, поэтому столько клея мне будет достаточно. Ну что, загущаем самодельным тетраборатом натрия. Сначала его перемешаем. У меня есть вот такая вот пипеточка, я буду добавлять пипеточкой. И добавляю. Перемешиваю, и как вы видите, оно уже сразу начало схватываться. И уже видно, что запуститель готов. И получается полноценный слайм. Итак, как вы видели, этот самодельный тетраборат реально работает. Теперь пришло время вымешивать этот слайм руками. Я, конечно, не делаю какие-то флаффи слаймы, баттер слаймы, какие-то красивые слаймы. Я просто загущаю клей, чтобы проверить, работает ли наш запуститель. И вот, смотрите, слайм готов. Кликает. Ну, маленький, неудобно кликать. Тянется. Хрустит. Все такое. То есть, получился полноценный слайм. Ребят, обращаюсь еще с тем, которые говорят, что борная кислота, это и есть загуститель. То есть, просто так можно загустить слайм. Я проверяла уже много рецептов. С клеем ПВА, с силикатным клеем. И все не работает. Работает только соды. Но есть в единственном варианте, когда используешь в качестве основы клей-карандаш. И тогда борная кислота действительно работает. Ребят, если вы действительно знаете какую-то марку клея, которая действительно работает чисто сборной кислотой, без соды, без глицерина, без чего-то еще, то обязательно напишите мне в комментариях. Не где вы просто там вычитали где-то из интернета, а если вы действительно проверяли, и она у вас работала. Обязательно напишите это в комментариях. И я, конечно, это же всем покажу и расскажу. А теперь рецепт интербората натрия будет такой же, только мы будем его готовить уже в клею. Итак, этот слайм я уберу, он мне больше не понадобится, и я вылью клей. Итак, берем борную кислоту и выливаем в слайм. Конечно же, я прямо сейчас вам покажу, что борная кислота просто так не работает. И так как вы видите, что борная кислота просто так не работает, поэтому я делаю по своему рецепту. А в моем рецепте мы сюда добавляем соду. Чтобы не перебольшить, я добавляю несколько щекоток. И перемешиваю. Да, можно, конечно, и так запустить слайм, но чтобы был слайм более классный, можно добавить туда пару капель глицерина. И вот, в принципе, слайм готов. Осталось его вымешать руками. Второму способу тоже работает. Итак, я вымешала этот слайм. Вот видите, полноценный слайм получился. Ну, я вам, конечно, советую первый способ. Он намного легче. И тем более, загустительный сразу получается намного. А что делать, если у вас не продается нетатрабората, натрия, неуборные кислоты? Как быть? Выход есть. Спрей для ног Тимурова. Итак, в следующем загустителье используется спрей для ног Тимурова. В чем хорош этот рецепт? Потому что ничего больше не понадобится. Просто спрей для ног Тимурова и клей. Так, давайте я вам покажу, как им можно загустить. Выливаем клей. Итак, я вылила клей. И теперь я беру спрей для ног Тимурова и просто пшипу туда в клей. В принципе, его достаточно много надо добавлять. И так, как вы видели, Сайм начал собираться со стенок. Теперь надо бы вмешивать его руками. И так, я вымешала слайм. И он получился просто опупенишем. Не знаю, но, наверное, это будет самый мой любимый рецепт слаймов. Это идеальный рецепт для слайм-базы, чтобы из него делать множество слаймов. Это такой оригинал слайм получился. Единственное, что когда вы вмешиваете слайм руками и вам кажется, что он стал чуть жиже, вы добавляете еще спрей для ног Тимурова. Пока не подгоните его к нужной вам консистенции. Что главное ему выяснить, то что замена тетрабората натрия в качестве спрея для ног Тимурова работает. А что делать, когда не продаются ни тетраборат натрия, ни бурная кислота, ни спрей для ног Тимурова? Как быть? И выход из этой ситуации у меня тоже есть. И третий вариант загустителя это жидкость для линз и сода. Этот вид загустителя довольно прост. Делается он так. Выливаем жидкость для линз в ремочку, ну или в какую-то маленькую емкость и добавляем туда соды. Все, загуститель готов, жидкость для линз и сода, все. Но вы не переживайте, если вы добавили слишком мало соды туда, если у вас слайм перестал загущаться, вы просто можете по щепотечке добавлять соды уже соответственно в слайм. Ну что, давайте проверим, как работает этот способ. Выливаем клей. Ну что, загущаю жидкостью для линз и содой. Итак, как вы знаете, сейчас надо вымешать его руками. Вот слайм готов, он тянется, в принципе, довольно хороший. Мы загустителя проверили и он работает. Есть только одно огромнейшее, огромнейшее оно. Жидкость для линз довольно дорогая. Я эту баночку купила около 200 рублей. А что же делать, если у вас нет ни жидкости для линз, ни спрея длину всем уровня, ни бурной кислоты и ницентраборатной натрия? Но я опять же вам скажу, что выход в этой ситуации есть. А в качестве загустителя пойдет гель для стирки персил. И вы не поверите, и этот вариант загустителя тоже очень прост. Выливаем клей и добавляем туда персил. Вот вы видите, персил такой красивенький, голубенький. И добавляем его. Плюс этого загустителя, то что это будет как ароматизатор. Он будет тоже очень вкусно пахнуть. Итак, как вы видите, слайд начал собираться в стенах, теперь надо вымешивать его руками. Внезапный привет! И это внезапный привет, которым я передаю привет моим подписчикам. И первый привет я передаю Марию Ти Ви, Марию Ти Ви, Марию Ти Ви, Марию Ти Ви, лови привет! Второй привет я передаю Дит Инсайд 2789, Дит Инсайд 2789, лови привет! Третий привет отправляется Злате Айс, Злата Айс, лови привет! Четвертый привет в этом видео передаю Милке Слайп, Милка Слайп, лови привет! И последний привет на сегодня я передаю Алине Шведченко, Алина Шведченко, лови привет! А если ты хочешь, чтобы я именно тебе передала привет в каком-то из моих видео, напиши в комментариях, передай привет. Но есть два ноа. Во-первых, ты должен быть обязательно подписан на мой канал. Во-вторых, ты не должен переименовать свой аккаунт, а то я смотрю списки приветов, а тебя уже не существует и некому передавать привет. А также вас попрошу ждать, потому что очередь на привет немаленькая. А так как я делаю все по-честному, все в порядке и очередь, поэтому тем, кому я ответила в комментариях, напередай привет, что я записала список приветов, и привет обязательно передам, только надо его заождаться. Итак, рубрика внезапный привет закончена, возвращаемся к нашему слайму. И я старалась на шаг, не вмешивать его руками. Итак, я замешала слайм с загустительным персил, и могу сказать, что персил это три в одном, то есть это загуститель, ароматизатор и краситель. То есть получился такой нежный, мятный цвет, смотрите, какой персил прям вообще, очень красивый. Но единственный минус то, что от него немножечко мыльные руки, и стол немножечко мовый. Но как загуститель, персил работает. А что делать, если у вас не продается ни персил, ни тетраборат натрия, ни борная кислота, ни спрей для ногтей муровой, ни жидкость для линз? Выход из этой ситуации тоже есть. Вау! И последний вариант загустителя, который я вам сегодня покажу, это сода и вода. Только у этого, у этой замены загустителя есть одно но. То, что этим слаймом, который вы сделали, можно будет пользоваться только один день, потому что сода от воды отслаивается, и слайм будет негоден для игры. А всеми остальными способами можно играть один, два, три, даже четыре месяца. Но это чисто такая замена, то есть, если тебе хоть что-то, прям очень хочется поиграться. Ну что, давайте я вам покажу, как это работает. Итак, для этого загустителя нам понадобится налить воду и добавить туда соды. И все. Вот так вот, и сюда чайную ложку соды с горкой. Так, это не полная, еще чуть-чуть. Итак, я добавила соду в воду, и вот что у меня получилось, конечно, сода вся не растворится, поэтому надо перед тем, как добавляю загуститель, каждый раз помешивать. Ну что, давайте я вам покажу, какой слайм из этого получается. Итак, загущаю. Вот все, слайм начал собираться со стенок. Но рецепт достаточно сложный, потому что, как вы видели, я довольно много раз добавляла сода и воду. И я добавляю, и я достаю его, и вымешиваю руками. Итак, единственное, что слайм не тянется в пленку. И немного не сушит руки, а руки после него остаются влажные. Ну, он чисто, чтобы поиграться хоть чем-то, вот, видите, он чем-то вот даже вот так вот, когда его просто перемешиваешь, там похоже чем-то на творог. Конечно, намного лучше и проще использовать обычный детраборат натрия. Но, если у вас нет детрабората натрия, надеюсь, вам это видео помогло. Надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите в комментариях, что вы хотите увидеть в следующих видео. А также, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. С вами была Вера Никамазур и это Ника Шоу. Пока-пока!